всем привет из киева столица украины сегодня 13 октября 2020 года сегодня мы смотрим насекомых турции насекомые собранные в природе и мы их рассматриваем в лабораторных условиях прежде всего это большая гусеница которую вы хорошо узнаете это бабочка семейства периоды беляночка собранная на капусте сидит на листочке капусты очень часто заражается различными паразитами поэтому посмотрим здесь в клипе растительноядных фитофагов и паразитических энтомофагов у нее есть множество энтомофагов которые заражают саму гусеницу а также куколку когда она окуклица представляет собой замечательный питательный материал для насекомых паразитических из семейства птерамолиды куколка энтомофагов семейства бракониды гусениц а это мы уже видим здесь два экземпляра из семейства эуритомиды паразитические хальциды но эти хальциды растительноядные растительноядные эуритомиды развивающиеся на сафоре это самец и самка наверху усиками ухаживающие самец за самочкой которая заражает точнее говоря зара откладывает яйцо внутрь семечка сафоры здесь мы смотрим тоже энтомофага и семейства птерамолиды усики голова блестящие конечно внизу мы видим открытые мандибулы и потому что только что вылупился из своего хозяина наездник птерамолид и использует для этого он верхней челюсти мандибулы то мы трогаем иголочкой и он защищается показывали там свои челюсти свои зубы ну вот 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 видим какие зубы нужны для того чтобы прогрызть выходное отверстие и выйти на свободу искать снова своего хозяина хозяина не так-то просто найти а вот сейчас мы посмотрим другого энтомофага из семейства бракониды замечательный рыжий грудкой рыжие брюшко и черные смоленочерные крылья бракониды около сантиметра размером и это паразит куколок и личинок различных жуков долгоносиков развивающийся в цветочных коробочках различных центаура колючек с длинным яйцекладом должен проколоть цветочную головку прежде чем найти личинку жука долгоносиков цветочной головки отложить у нее яйцо и личинка этого наездника браконида будет пожирать уже личинку жука долгоносиков спрятанную внутри цветочной головки а это другой насекомое это фитофаг это фитофаг это маленькие долгоносики в огромном количестве выведшиеся из стеблей растения для этого собираются пробы растений семян кусочки стеблей и вот из стеблей как раз зопника клубненосного фломис тубероза вылупилась такое большое количество замечательных долгоносиков смоляно-черные с коротенькими головотрубкой которые развиваются поедают как растительные ядные различные питательные вещества стебля или семян зопника клубненосного и конечно же у них есть целый набор наездников энтомофагов которые их пожирает а это уже другое насекомое это удивительное насекомое бластофага опылитель инжира того сладкого инжира который известен на рынке и с семенами которые хрустят а это самец самец бескрылый свернулся к крючочком с левой стороны голова с правой стороны коротенькие ножки а с левой стороны две большие ножки с огромными лапками которыми он проковыривает прогрызает ход в инжире с тем чтобы проточить длинный ход в инжире с плодии в сикониуме который называется сикониум инжира и выпустить из этого сикониума самочек бластофаги которые уже будут крылатые а самец такой короткокрылый бескрылый с его загнутым брюшком который он подгинает под тельце и напоминает маленького такого светленького червячка ярко-желтого но с большими челюстями которые он протачивает ход сикониуме и крупными лапками а вот уже и самочка самочка бластофага псенес уплощенная голова которая должна быть уплощена с тем чтобы легче пройти и уплощенное тело небольшой яйцеклад с правой стороны мы наблюдаем и крылатая а здесь уже их много потому что они все они вывелись из сикониума из саплодия инжира которая заражается самочками но который несъедобен потому что заражаются с мужские саплодия инжира которых развиваются только самцы и самочки бластофаги а они потом летят на женские деревья инжиры и там упыляют уже другие с сикониумы другие соплодия женского инжира которые дают вкусные сочные плоды с левой стороны видим наблюдаем расширенные усики основной членик усика и специальные развитые мандибулы в виде терки имеются которые тоже помогают им прогрызать выход из сочного плода инжира из сикониума который выделяет иногда млечный сок и им очень сложно вылезти наружу из этого саплодия прежде чем продолжить свой род но для этого они должны вылезти и найти маленькое соплодие появляющиеся только в мае в июне месяце на женских деревьях которые они опыляют и на мужских деревьях в которых личинки бластофаги будут развиваться вот такая вот необычная с левой стороны видим уплощенная голова которая вытягивается вперед сама грудка бластофаги тоже вытягивается при проникновении в сикониум часто бластофага теряет свои крылышки и уже откладывает яйца не имея крылышек и погибает там но иногда наблюдается даже что бластофага может залезть соплодия инжира и потом вылезти из него перелезть на другое соплодие инжиры для следующего пыления а вот это вот такие маленькие желтые самцы которые без крыла сейчас мы наблюдаем удивительный другой объект это габра-бра конгибиатор наездник браконит который сидит на усинице амбарной огневки и сейчас он будет откладывать яйца вы увидите уникальнейшие кадры как из яйцеклада как по трубочке будет вытягивается вот смотрите смотрите как маленький шарик вытягивается откладывается яйцо на поверхность амбарные огневки из тоненького удивительного как шильца яйцеклада как будто надувается маленький воздушный пузырь и откладывается яйцо на поверхность потому что наездник габра-бра конгибиатор это эктопаразит перед тем как откладывать яйцо наездник уколол и парализовал гусеницу и уже вот видим уже отложил несколько есть два наблюдаем на экране гусеница становится беспомощной неподвижной вылупляющаяся личинка эктопаразит питается подсасывает и подгрызает гусеницу снаружи сейчас мы видим уже большие развившиеся личинки габра-бра кона несколько экземпляров когда они становятся уже взрослые вот сейчас уже более взрослой внутри видим экскременты такие белые пятнышки их и гу и личинки габра-бра кона гибиатора начинают плести паутинистый кокон вот наверху белая это паутинка который они плетают очень плотный кокон личинка вытягивает маленькие маленькие паутиныстые шелковые ниточки вот здесь уже сформировавшийся кокон а это тоже личинка который плетет плетет вытянутые овальной формы кокон в котором окукливается который предохраняет ее от гиперпаразита а также от влажности и условий окружающей среды вот видим здесь уже наплела множество паутинки личинка а от гусеницы остается просто шкурка она постепенно высыхает сморщивается следующая личинка которая тоже извивается и потихонечку начинает быть не выделять из своих шелковых желез шелк который сплетает затем очень плотно крепкий кокон который даже трудно разрезать и разорвать но выглупляющийся наездник прогрызает его при помощи мандибул а это вот личинка муравьиного льва напоследок удивительная насекомая погибшая правда личинка который зарыта обычно в песочке и при появлении муравья который падает в воронку как известный муравьин личинка муравьиного льва строит воронку в песке и заманивает в нее муравьев высовываются такие крупнейшие мандибулы с огромными как огромные челюсти с огромными шипами и клыками схватывающие муравья чтобы он не убежал никоим образом и загрызается этот муравей потому что личинка хищная для этого не нужно напитаться довольно таки много прежде чем появится затем куколка в коконе а из нее вылетит уже крылатый муравьиный лев который будет искать пару спариваться и продолжать свой потом а сейчас напоследок чтобы убедили что мы в турции показываем машину нас под названием антимухова такие машины ездят по турецким городам этот едет по улице в турции подъезжает например к мусорному баку и сейчас будет уничтожать насекомых при помощи правильно правильно огромного огромного огромной пшикалки распыляет огромной пшикалкой несмотря на то что тут кто-то стоит рядышком и прохожие проходят пшикалкой обработал мусорный бак и поехал дальше потому что жарко чтобы не было мух чтобы не было антисанитарии вот такая машина антимуха борется с насекомыми в турции а мы посмотрели насекомых всего вам доброго подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы пока пока до новых встреч субтитры сделал как гидро пешикалка но для этого нужно использовать эти пешики или покупать специальные пешики для сохранения для сохранения сегодня мы используем Тетра пак пакет 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 я покажу вам как пакет 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 use пакет пакет ну Очень common. Вы используете все это, и обычно вы выставите их. Но сегодня я покажу, и мы будем делать специальные пластиковые контейнеры. Первое, вы должны использовать все эти пакеты из милка, или из крема, или из йогурта. И вы должны быть уничтожены с капсом, потому что капс с специальным пакетом здесь есть пластиковые. Так что вы должны открыть, и вы должны быть уничтожены. И затем мы можем создать специальные, очень хорошие и очень удобные пластиковые контейнеры. И я покажу вам, как это делать. Это делать это самостоятельно. Делать это самостоятельно, очень удобно. И делать это самостоятельно. Очень удобно. Очень удобно. И, конечно же, вы будете использовать пластиковые контейнеры. Потому что вы выкладываете эту часть, и вы получаете эту часть. И вы получаете эту часть, и вы получаете маленькую пакетку. Вы получаете все эти пакеты. Какая-то в игре,... Еще раз я поставлю, еще раз, и возьму. И вы получаете на махар. И вы получаете ее на махаре. Еще раз, я тебе кусал, и lick пошел. И вы 문제가 из-за necess warnников, но вы просто платите и у вас не имеете в entitок, и вы их простите. И вы получаете свои сцены. И вы получаете его на махаре. И вы получаете эти пакеты. Because plastic is used to make here very strong attachment. And then we will use both of these caps to create containers with two exits. Well, very easy and very simple. Okay, first one. We got it. With some paper ring and here plastic ring. Again, cutting out the one. Carefully and delicately we cut it using scissors. And I show you how to do it. Then you can decide, for example, you can decide. If you use scissors, you cut it and you say it will be easy to use some kind of glue. To put here a little bit of glue around this ring. And make this attachment. Put something on and keep it for a certain time. But nevertheless I use different types of glue. And I didn't find convenient and good and strong one. Always when I turn it, push it. So I dismount it very easily. So I didn't find strong glue enough to keep it toughly. So that's why I show you how to use another method. How to maintain this container with one exit. Well, and another exit. Very convenient one. For that we use stapler. Oh, right, you say stapler is very convenient. With big staples or with small staples. Well, you say very easy. But, nevertheless, if you try to use staple. No, it is impossible. It is impossible because it's far away from staple. So, you cannot cut it. You cannot attach staples. Okay, nevertheless. Try to use not with small staples. But, big one. Just dismount them on small pieces. One by one. And then, you can use manually them. To attach them. For that I use two different forceps. With very, you see here, very sharp tips and tough tips. So, for that, first of all, you can make measurements, make marks. Where you can attach it manually. Okay, make a mark. And then, you need to make holes. Usually, on this container, you can use five or six staples to mount them. If you made marks, then you can use forceps. This tiny tweezers. And then, use staple. Again. For example. Penetrate it. Okay. Next one. Next one. Next one will be here. You need to penetrate with tip. The hole. Two parts. Yes. And then. Use forceps. Yes. Or just with your fingers. No. Not correct. Next one. This will be correct. Yes. So, good penetration for both. And here now. You see. Yeah. You see. Here. This is a staple. And now you use another forceps. To turn it. To maintain strong attachment. Alright. Okay. It ends again. You can make here. Five or six marks. Like this. Using. The same staple. Making small marks. Next one. Next one. And next one. On certain distance between them. Usually it can be here. Five or six. Places for staples. Like here. I already. Made this model preliminary. So. You see. This is a penetration. Through. Both. Two plastic. Rins. And paper. And. Big size. Staple is more convenient. Because. Easier to penetrate. And then. We use. Our. Forceps. To make. Then turn. Okay. And make good attachment. Attachment. Attachment will be very strong. And very convenient. Yes. Again. Next one. Next one. If you turn it. Yes. I did it wrong. Didn't see it. Next one. Next one. Next one. Next one. Next one. So. You can use. Different tools. To make. This attachment. But. To use. This forceps. Is very convenient. Again. And again. Okay. Totally. Totally. We made this attachment. And now. This jar. Can be used. Either for. For example. For keeping. Insects. Or. For keeping. Seeds. Maybe. To. Keep. Some small. Sort of stuff. Anything. Like. Entomologist. Can keep it. Like. This tiny. Small. Insects. Here. You can. Create. Some holes. In them. Just. For briefing. Or. Maybe. You don't. Need. To use. Holes. Like. If you. Keep. Seeds. And. Very. Easy. To. Apply. Especially. If you. Use. For cream. The size. Of these. Boxes. Will. Be. Different. Because. It's. This size. From. One. Company. Is. Big. One. From. Another. Company. Will. Be. Size. From. Different. Milk. And. Yogurt. Even. I. Use. One. Type. This. Type. Was. From. Juice. With. Pack. Of. Juice. You. Can. Make. This. Dismount. More. Difficult. Because. Here. Plastic. Is. Stronger. And. It. Needs. More. Efforts. To. Dismount. It. With. Some. Additional. Parts. Some. Plastic. You. Can. Throw. Them. But. Again. You. Will. Receive. Two. Parts. With. One. Cap. And. Another. Cap. So. If. You. Use. Here. One. Two. Three. Four. Five. Staples. You. Can. Receive. Very. Tiny. Small. Plastic. Container. Which. Also. Quite. Convenient. And. Very. Useful. For. Some. Sample. So. Now. You. Can. See. How. Many. You. Can. Receive. Different. Small. Containers. Which. Are. Very. Cheap. Very. Easy. To. Do. It. And. For. Instance. Your. Exclusion. Or. Collecting. Material. And. This. Is. A small. And. Very. Easy. Method. How. To. Do. Do. Plastic. Container. The. Top. And. Not. To. Use. Staples. For. Strong. Attachment. And. You. Will. Receive. Very. Convenient. Very. Useful. Container. For. Zoologist. For. Entomologist. For. Botanicist. And. Maybe. For. Some. Toolmakers. As. Well. To. Keep. Small. Tiny. Stuff. In. This. Very. Convenient. Container. Easy. To. 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 вашу личную пользу. Спасибо за просмотр. До свидания, подписывайтесь на мой канал и приветствуйте на Патреон! Продолжение следует...